Время и люди создавали этот небовторимый облик, и каждый дом хранит память о прошлом. Немецкая Слобода. Дом Анны Монс, возлюбленной царя Петра. Что станет с ним? Здесь будет цех, рядом, в нескольких метрах. Ретивые хозяйственники роют котловат. Что им закон об охране памятникам? Что им сама история? Год назад совершенно неожиданно для всех этот легендарный дом Анны Монс в Старокеречном переулке, рядом с Бауманской улицей, стал опять доступен для осмотра. За это время, наверное, выросло уже целое поколение, да и не одно, которое и не подозревало о том, что здесь за здание 80-х годов существуют палаты, одни из самых старых в немецкой Слободе, палаты 17 века. Все оживились, конечно, прошла по центральным каналам серии репортажей, и как бы казалось, что таким чудом сохранившись, правда, и в таком сильно изуродованном виде, эти палаты, самое известное и самое старое здание бывшей немецкой Слободы, наконец, вот станет доступным и приобретет достойный вид. Судьба одного здания, которое ценно для всей России, о котором все знают, которое много лет было скрыто от людских глаз, да, это так называемый дом Анны Монс, или все-таки, как его более исторически правильным называть, палаты Вандер Гульстов, здание, которое с 85-го года отсутствовало в городе, оно было закрыто корпусом уродливым, бетонным корпусом завода космического приборостроения. Вот этот корпус был снесен, буквально несколько месяцев назад начался снос, сейчас он закончился, и палаты вернулись в город. И когда только они вернулись в город, москвичи увидели, что вернулись они в совершенно безображенном состоянии. Во-первых, рядом идет стройка, каждую секунду палатам что-то угрожает, во-вторых, просто состояние, в котором их закрывали от города 35 лет назад, и состояние, в котором они вернулись, это два разных здания. Надо сказать, что за палаты Анны Монс, вот за тот период, пока они были закрыты и недоступны, для осмотра часто принимались совершенно другие здания. Например, палата Щербакова на Бакунинской улице, вот недалеко, здесь рядом с Третьим кольцом. И я сам читал об этом в одном из туристических справочников 90-х годов. Вот этот рассказ, конечно, удивил моих собеседников. Палата Щербакова вместо дома Анны Монс? Да нет, они просто были там написаны. Вот дома Анны Монс, воспроизведены палаты, адрес палаты Щербакова. Ну, быстро, 90-е годы быстро делали. А я не знаю, существует на Красноказарменной ресторан Анны Монс? Ну, вывеска висит, а что там внутри? Не важно, ну вот, и там она жила. Да, кстати, очень такой исторический факт по поводу вот этих, этого ресторана и кондитерской Анны Монс на Красноказарменной улице. Многие люди, вот особенно молодое поколение, воспринимают дом Анны Монс именно как тот ресторан, потому что все читали Пелевина. Там как раз в Generation P описывается вот эта история владельца этого ресторана фактически. И сейчас, когда открылся истинный дом Вандергульстов, дом Анны Монс, многие пишут, вот я смотрю в соцсетях, да-да-да, там такие прекрасные эклеры раньше продавались. То есть вот у людей полная каша. История исследования этих палат, она же минимальная. Это найдены, они были там открыты как бы до войны, а только после войны началось более-менее какое-то исследование архивное. Эта команда была совершенно небольшая, известный архитектор Рубин Подольский. У него, значит, небольшая группа его, так сказать, которая с ним работала, они работали в архивах, были найдены. Свети тогда впервые как бы решили это соотнести. Большей частью были созданы гипотезы, которые со временем превратились, вот они везде публикуются. Дело все в том, что палаты по времени, это действительно самый ранний памятник вот этой второй немецкой Слободы, основанной Алексеем Михайловичем, да? До 60-70-х годов. Видимо, да. С 17-го века, до 1600. Слобода была в 1652 году. Естественно, документов об именно этих палатах как таковых не сохранилось, но... Первое упоминание 1706. Вот это извините. Давным-давно уже были найдены документы о том, что Захарий Яковлевич Вандергольст, как это у нас любили, да, значит, он был с русскими, получил этот дом в 1682 году на основании земского... Ему передали его из земского приказа. А дом, соответственно, уже к этому моменту стоял. Естественно. И на заднем фасаде южном, то есть вот мы из переулка видим северный... А, противоположный. А, противоположный, который вот не войти. Там сохранились... Это они были вот... В 50-е годы было это вскрыто. Там сохранились остатки наличников кирпичных в виде кокошников, типичные для эпохи Алексея Михайловича. То есть палаты расположены параллельно переулку, да, это одноэтажное здание с мощным подвалом. Верхний мезонин пристроен же в 19 веке, деревянный, как бы его выносим за скобки. На нас смотрит северный фасад, в противоположную сторону южный. На северном фасаде были вскрыты слева, вот в левой части, остатки трех наличников. Причем окна все были растесаны. Это же коммуналки были. Да, да, да. И комнаты были растесаны, окна были растесаны для соответствия комнатам. И в реальности, как вот судя по таким архитектурным проектам реставрации, окна были сгруппированы по два, по три. И наличники так и идут. Вот остатки белокаменных наличников найдены на северной части. Это типично для Нарышкинского барокко, для конца 17 века. Ну, Петровское время, молодой Петр. То есть памятник уникален еще тем, что он дает представление и о Петровском времени, но и о первоначальном. И о первоначальном времени постройки Слободы. Это, может быть, одно из самых ранних строений Слободы. Почему связали с Анной Монс? Все-таки важно это сказать. Известно, извиняюсь, про Пелевина, но был еще Алексей Толстой такой, его тоже не помнят уже. Там четко же это было гораздо интереснее все. И так, как он это делал, это же гений. Так вот вживо он же документы пользовался, но так оживить это, дух этот передать. К услугам вашего царского величества. Я могу показать водяная мельница, что умеет тирать табак, тростить кацкий стан, перемолоть просор и вгонять из реки воду в большой бочке. Еще могу показать одно мельничное колесо, в кое бегает собака. И оно крутится. Увидите, государь, у нас тут есть чем позапавиться. Уж вы то скучать не будете. А вот наши добрые кукуйцы, как они будут рады, государь, принять вас у себя и показать вам занятные кунстюки, самые разные. А, это девушка-дочь финнутрговца Йоганн Монс. Славная девушка. Он напоет вашу честь, государь. Известно, что Петр построил для Анны Монс. Монс палаты у кирхи, у кирхи лютеранской, в дом 8 окон. У кирхи, то есть там, где сейчас находится палата. Вот почему, естественно, было связать открытые палаты с домом Анны Монс. Да, ну, где твоя музыкальная шкатулка? Словот, оя. Вот девушка, кое ваше величество видели в лотке. Анна Монс. Анна. Анна. Холдерю битамал деклайне Спилдосе. Анна. Холдерю битамал деклайне Спилдосе. Вовсе маленькая. Ахо. Тейкс. А ну. Дай сюда. Я хочу взглянуть, как она устроена. Ваше величество, я тоже умею петь и танцевать. Но, увы, если пожелаете смотреть, что есть мир там, мое бедное сердце будет разбито. Идеи, кстати говоря, если мы тут переходим к изучению топографии, вот эти палаты вандергульстов и владения Монсов вроде бы находились по соседству, но только кирха была чуть дальше, а сразу за домом Анны Монсу, вернее, за теми палатами, о которых мы говорим, так называемым домом Анны Монс, стояла Троицкая, Троицкий католический А, нет, нет, Петропавловский. Извините, Петропавловский, да, да, да. И Голландская, и Лютеранская церковь, и католическая. Лютеранская была деревянная вначале, несколько раз перестраивалась, но в 90-е годы Лютеранская была в камне сделана, она занимала место, пяти- или шестиэтажный дом стоит на второй балмах с улицы. В таком, условно-готическом стиле, да, который? Нет, нет, вот такая, как она-то, даже не хрущевка, я не знаю. А, пятиэтажка. Пятиэтажка. Пламена против главного входа в Лефортовский дворец. По старым планам это видно. Там находилась, то есть довольно далеко от палаты. Но вот существует такой, он плохо известен, чертеж, он как раз в Лефортовском дворце, где есть военно-исторический музей, архив, да, там хранится этот чертеж, сделанный братом Баженова, Дмитрия Ивановича Баженова, в 1796 году. Чертеж немецкой слободы. С росписью домов, кому что принадлежало раз, и схематическим изображением, как они выглядят. Вот там четко видят на остатки этой церкви. Визуальных материалов нет. Католической. И католической. И протестантской, и голландской, которую вы вспомнили. А визуальных нету ничего. Они после Отечественного война 1912 года пришли в упадок. Если поскрести в этих зданиях, конечно, наверняка можно найти следы. Когда мы говорим, что единственная жилая постройка, это небольшое преувеличение. Единственная жилая в том смысле, что она наземна, что она полностью визуально видна. А, конечно, на уровне ошметков каких-то есть. И в Бригадирском, и в Денисовском, и в Новокирочном, вот напротив училища, это одноэтажное здание. Знаете, мы упустили одну такую важную вещь. Мы говорим о немецкой слободе, мы говорим об иноземных палатах, вандеркульстах, но ведь палаты имеют абсолютно древнерусский облик. Вот что поразительно. Зная по воспоминаниям, что немецкая слобода была, ну, деревянная, каменная, европейского типа дома. А реальные визуальные свидетельства подтверждают нам, что вовсе нет палаты. Тогда возникло, кстати, вот когда проходили эти реставрационные работы в 50-х годах, одна из сотрудниц, группы Подольского предположила, что, почему здание не сохранилось, и было передано вандеркульству, видимо, там был какой-то административный центр немецкой слободы. Она более-менее автономна была. Она предположила съезжие палаты. Гипотеза, никаких документов нет. Сейчас вы везде найдёте, что, скорее всего, была... Вопрос же в том, что исследования не происходило. Да, да. И, простите, Людмила, ещё одна вещь. Если лютеранская церковь, вот мы выяснили, она находилась чуть-чуть дальше, да, вот там метр 20, то справа, если смотреть вот с переулка, значит, с западной части, на плане очень чётко видно, что палаты, вот эти, о которых мы говорим, Иван де Гольц, Анне Монц, напрямую примыкают к алтарю католической церкви. Да. И благодаря вот тому, что это место было закрыто, сейчас это всё чистенько, там, наверняка же фундаменты остались, никто же не копал. Даже, возможно, часть систем. Ну, неважно, фундаменты, по которым, ну, всё, можно восстановить планировку храма. То есть, говоря о палатах, мы всё время, они какой-то такой, знаете, центр, к которому цепляется вся инфраструктура района. Пока мы вот так вот предавались, значит, историческим экзерсисам, на месте снесённого многоэтажного корпуса по Старокирочному, да, как по мгновению начали, начал расти новый, да, и постепенно он и закрыл так обрадовавшее нас это появившееся здание. Самое поразительное тут, что вот по дому Анны Монс Путинам было принято специальное постановление, обязывающее вот московской власти, так сказать, открыть, обеспечить открытый доступ к дому. Я, честно говоря, вообще не поверил, что думал, это вообще шутка какая-то, да, но оказывается нет, вот постановление действительно было, и вот тут особое, конечно, иезуитство, и строители, вот и руководство Бауманского института, и, значит, московские власти нашли, ну, поразительный выход такой. Вообще, так говоря, это неправильно, потому что должен был быть открыт проход со стороны Старокирочного, где самый нарядный фасад. Жители Басманова района жалеют, с такого ракурса всю красоту этого здания не рассмотреть. Старокирочный переулок – это одно из знаковых мест новой немецкой Слободы. Мы просили, пожалуйста, ставьте вот архитектурную паузу вот в этом промежутке, с тем, чтобы с улицы был виден памятник. Доступ к дому будет открыт, но сбоку, с бокового фасада, а основной, который вот выходит на улицу, он благополучно закрыт новым зданием. Тут интересно вот посмотреть на макет, на который вот опирается ректор Бауманки. Тут весь район, оказывается, вот этой бывшей Слободы немецкой, он фактически захвачен Бауманским институтом. Понимаете, оказывается, в долине Яузы, вот через 200 лет после того, когда был тут центр столичной жизни тогдашней, вот этот Версаль на Яузе, долина Яузе. Теперь вырастет новый центр, только это будет новая такая силиконовая долина – Нью-Васюки. Мы пошли на то, что сократили на 5000 квадратных метров объем здания, и теперь там раскрывается удивительно красивая площадка. Ура, товарищи! Ура! Ура!